здравствуйте дорогие друзья с вами лилия горопаха и рада приветствовать вас на моем канале и так у нас сегодня с вами следующий урок о вышивке и сегодня мы с вами будем делать обзор на вышивку которую мы с вами начали вышивать и учиться правильно вышивать крестиком то есть профессионально чтобы изнанка повторяла лицевую сторону и так я закончила эту маленькую вышивочку заняла она у меня почти месяц но и тем не менее я еще вышивала параллельно и ту вышивку которую вы видели ну и вот такой результат у меня получился изнанка конечно же повторяет лицевую сторону вот такая изнанка еще эта вышивка только лишь вышита еще не а не постирана не отглажена ну и естественно здесь еще нет моих инициалов и даты вышивки это все будет в дальнейшем сейчас я вам хотела просто показать когда уже закончена полностью вышивка вот посмотрите никаких складок никаких заломов никаких морщин на ткани то есть вы должны чувствовать при вышивке натяжение нити чтобы крест у вас сложился точно правильно не затянут натяжение нити вы должны чувствовать ну и хочу сказать что до конца марта кто вышивал со мною и кто хочет выиграть сет который я вам показывала предыдущих видео мастер-классах до конца марта я принимаю ваши работы на фейсбуке или в контакте в группах в альбомах делайте фотографии со своих работ лицевую сторону и конечно же изнанку обязательно так как будут учитываться это и другое публикуйте их в мастер-классах на фейсбуке и точно также в группе контакте и контакты вы увидите под этим видео в инфобоксе публикуйте и выигрывайте ну а сейчас мы с вами перейдем следующей страничке это болгарский крест которым мы сегодня с вами будем заниматься и я вам покажу как же вышивается болгарский крест вот несколько работ которые я сделала болгарским крестом это вот такие детские симпатичные вышивочки которые точно также лицевая сторона и изнанка передает рисунок лицевой стороны болгарский крест вышивается по-другому сейчас мы с вами этим будем заниматься ну и вот такие ненавязчивые красивые детские рисуночки я вышила обычно вышивается болгарским крестом ковры ну или же диванные подушечки я вышила еще не решила вот эти вышивки они у меня будут или как диванные подушечки буду я их делать или же просто сделать в рамочку и повесить на стенку в детской очень миленькие такие забавные рисунки вышиваются они можно их вышивать как в три сложения нити так и я здесь вышивала в 6 сложений мулине и ткань я брала как видите она намного реже это не аида но и я уже не помню как называется эта ткань в одном сантиметре всего лишь 5 квадратиков ну и вот такая изнанка получается как видите она повторяет лицевую сторону ну и последний рисунок вышивочка это вот такой милый слоненок как видите все рисунки детские яркие поднимающие настроение и так друзья ну а сейчас перейдем к занятию вышивки болгарским крестом и так друзья у меня ткань аида опять иголка для вышивки с тупым концом и в три сложения нити мулине и так я вышиваю всегда без пялец на пяльцах я вышиваю только лишь гладью глади мы с вами перейдем в последующих уроках а сейчас я вам покажу как вышивать болгарским крестом и так как обычно мы заводим иглу с лицевой стороны конечно же опять же таки никаких узлов вышивки никаких начинаем мы с лицевой стороны ну а дальше конечно же все будем делать изнанки и так завели и начинаем точно так же как вы бы начинали обыкновенный крестик здесь я вам показываю как вышивать вот именно даже на аиде на ткани аида мы вышиваем с вами болгарский крест захватывает 4 квадрата сложение в 3 нити ткань желательно если вы будете вышивать в 6 нитей конечно же ткань нужно брать пореже и так мы с вами проходим слева направо как и в обыкновенной вышивке если вам нужно перейти на следующий ряд конечно же мы опускаемся вниз и точно так же идем назад затем второй шаг мы закрываем крест как в обыкновенном крестике то есть возвращаемся назад и закрываем крест опять же таки натяжение вы должны чувствовать ниточка должна ложиться плотно но не стягивать ткань вот так последний крестик мы должны с вами пройти на половинку вот так до половины и дальше поворачиваем и идем продольной ниткой перекрывая поперек наш крестик и так через крест надеюсь видно опускаемся вниз и проходим точно так же закрывая поперек теперь посмотрите дошли до конца возвращаемся назад и и уже те которые пропуски вы делали закрываем закрываем крест и уже так как у нас эти крестики перекрыты мы переходим на этот ряд и и продолжаем закрывать оставшиеся незакрытые крестики теперь чтобы закончить наш крест и так вы дошли до последнего теперь вы переходите на верх и нам нужно закрыть наш крест наш крест болгарский то есть мы идем вертикально вот такой крест у нас получается и теперь закрываем уже каждый крест проходя вот таким образом закрыли вот такой крест у нас с вами получается болгарский крест как видите здесь уже вот такой рисунок у нас а и она не с Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok